30 лет в Беларуси В Библии, готовясь к этой проповеди, я посмотрел, ну, примерно в Библии мы находим более 100 текстов о том, где встречается 30 лет или вообще цифра 30. Я хочу очень кратко остановиться на пяти местах Священного Писания, где упоминается о возрасте 30 лет или о цифре 30 прямо или косвенно, и взять для себя назидание. Итак, первое. Мы видим и можем сказать, что 30 – это царственное число. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Второе царство, 5 глава, 4 текст. Это напоминает нам о том, что мы вошли в царскую семью, да? Мы цари и священники. Царственное священство. Молодежь, я хочу к вам обратиться. Скажите, когда вам говорят, что вы введены в царскую семью, какие мысли у вас приходят? Ну, кто-то скажет, о-о-о, так можно вообще сейчас ничего не делать. Мы видим, сколько в Библии царей, которые отнеслись к этому положению очень неправильно, наполнили свою жизнь негой, роскошью, грехами, нечестием и так дальше. Но мы видим и других царей, которые отнеслись к этой должности, как удивительной возможности послужить своему народу. Я нашел одну заметку, которая меня очень сильно поразила. Я прочитал об одной царской семье, как они воспитывали своих детей. Меня это очень сильно поразило. Я просто приведу несколько моментов и хочу обратиться к детям, подросткам и молодежи. Послушайте, как воспитываются царские дети. В этой семье было много девочек, это были царевны и один наследник. И вот о них сказано так, что их день был наполнен постоянным трудом. Они заучивали места из закона Божьего, они учились молиться, они проходили очень много предметов, потому что родители считали, что царские дети должны быть полностью осведомлены во многих науках. Это должны быть даже умственно очень развитые люди. Кроме этого, они должны были заботиться о своей одежде, они убирались полностью во своих комнатах, учились мыть полы, учились держать в чистоте все, в чем они живут. Кроме этого, они учились царским манерам, они учились никогда не повышать голос ни на кого. Они учились быть вежливыми со всеми людьми. Кроме этого, они учились многим профессиям шить, готовить, трудиться самыми простыми вещами. Когда настали очень трудные времена в той стране, эти царевны работали простыми медицинскими сестрами в госпитале. Если бы вы их увидели в той грязи, которую им пришлось убирать за больными, за ранеными солдатами, никогда бы не сказали, что это царские дочери. Но они это делали от души, потому что с самого раннего возраста им внушили, что царские дети – это те, которые должны трудиться и служить своему народу. Мы смотрим на царя царей и Господа господствующих. Какой удивительный пример! Тот, который имел всю власть, всю радость, всю славу неба, пришел к нам на грешную, грязную, ужасную, пропитанную грехом землю. И он трудился и служил самым простым людям и отдал жизнь свою за каждого из нас. Поэтому я думаю, что Павел очень правильно говорит. Он говорит, умоляю вас, братья, чтобы вы поступали достойно звания, в которое мы призваны. Это не нега и роскошь в этой стране. Это не возможность вкусно кушать, красиво отдыхать и замечательно одеваться и ничего не делать. Это удивительная возможность поступать достойно царского звания, а значит, как мы слышали, служить. Кто из вас хочет быть большим, да будет слугою. Прекрасный момент, который мы можем взять из этого момента 30 лет – царственное число. Второе – это число зрелости духа. Мы читаем об Иосифе, которому было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона. 30 лет Иосифу Господь соделал его духовно зрелым человеком, который был приготовлен для удивительного служения опять для своего народа. Для того, чтобы через него пришло спасение, для того, чтобы через него Бог мог спасти не только свой народ, но и огромное количество людей в округе, во многих странах, которые не погибли, потому что Иосиф был приготовлен и духовно зрелым человеком. Какой момент мы бы могли отметить в духовной зрелости? Какой решающий момент, который говорит нам о том, что мы должны быть духовно зрелые в 30 лет нашего вот этого юбилея? Я нахожу один из самых важных моментов – это умение прощать. Подумайте о том, что, наверное, этот момент был самым тяжелым в жизни Иосифа. И когда Бог достиг в нем полного прощения, когда его утешают в том, что его обидели, оскорбили, продали, предали собственные братья, можно сказать, погрузили на самое дно, издевались над ним. Как это можно простить? Нужно справедливость призвать, нужно воздать этим людям. И он имел власть и силу это сделать. Его нужно было утешать. Послушайте, он плачет и утешает своих братьев. Не вы это сделали. Бог меня послал пред вами для сохранения вашей жизни. Он плачет, потому что любит, потому что давно простил. И потому что Бог садил его духовно зрелым человеком. Сегодня мы вступили в очень трудное время, когда вот эти конфликты, которые мы видим, будут только нарастать. И главное, битва проходит не там, где нам все говорят. Да, там, конечно, и мы будем за это молиться, чтобы Господь послал мир на все конфликтующие стороны. Я вижу, в духовном смысле идет большое поражение во всех народах, потому что война ведется за сердце человека, в которое дьявол желает поместить ненависть и зло брата к брату, сестры к сестре. Победить можно только одним – это любовью и прощением. Не допустить никакого зла ответного, не допустить ненависти, не допустить злости. Но внутри своего сердца обнять своего брата, помолиться за него, обнять его любовью, согреть его. И если нужно, благословить и помолиться так, чтобы не было даже намека, недовольства, огорчения, вражды в моем личном сердце. Этого Бог достиг в Иосифе. Вы видите, из какой глубины он поднял его на духовную высоту и сделал его орудием для спасения самих же братьев. Удивительно. Это 30 лет. Это духовный удивительный возраст полноты. Братья и сестры, нам выдается удивительная возможность. В этом разрушающемся мире, где конфликты и злость будет нарастать, стать очагами мира, благодати, благословения. Чтобы каждый, который мог сегодня прикоснуться к каждому из нас, увидел, что нет никакого зла. Наоборот, из нас должно исходить добро и мир, благословение всех. И этим мы должны побеждать. Это духовная зрелость. Третье. Это число выхода на служение. Мы читаем об Иисусе, начиная с Своего служения. Он был лет 30. Выход на служение. Когда вы сегодня возьмете приготовленные наши замечательные журналы, я читая его вчера, удивился, оказывается, сколько много служений, видимых и невидимых в нашей Церкви. Какое огромное количество братьев и сестер уже задействованы в служениях. И это большая милость и радость. Но я хочу обратиться к тем, которые, может быть, еще думают и не задействованы в каком-то служении, пусть видимым или невидимым. Возраст 30 лет, возраст полноты и призыва на служение. Мне понравилось, как я был в одной церкви. Я увидел, что у них тоже большое количество мест для хора. Послушайте, нет ни одного пустого места. Даже подставляют стульчики. А потом я спросил, как вы так смогли? У вас весь хор заполнен. Они говорят, брат Олег, я тебе больше скажу. У нас очередь на то, чтобы участвовать в каждом хоре. Очередь. Потому что люди поняли, что в последнее время, а осталось совсем недолго, нужно успеть послужить нашему Господу. Это и есть самая большая награда и то, что останется для вечности. Все остальное сгорит. Все, куда мы бежим в этом мире, что мы хотим иметь, что мы достигаем и так дальше, делаем какие-то планы. Подумайте, многое из этого все сгорит. Останется служение ради нашего Господа в вечности. Они ушли, и дела идут вслед за ними. И это дела служения. Поэтому призыв ко всем тем, которые еще не участвуют, но у которых есть таланты, способности, не закопайте. Призыв к вам. Пусть и в нашей церкви абсолютно все места в хорах будут заполнены. Все места в молитвенных группах заполнены. Все места с учителей воскресной школы, проповедников и других служений будут заполнены. И даже будет пусть очередь туда. Это хорошо. Четвертое. Это число плода. Мы читаем о посеянной на доброй земле, означает тех, которые слышат слово, и принимают, и приносят плод. Один в тридцать, другой в шестьдесят, а некоторые даже и в сто крат. Как хочется сегодня молиться, дорогие братья и сестры, о том, что тридцать – это только начало. Пусть будет шестьдесят. Кто-то скажет, неужели будет и сто, если Господь позволит. Может быть и сто. Я удивился, когда в Сиэтле меня пригласили проповедовать в церкви, которая недавно отметила сто лет. Наша славянская церковь. После революции приехали братья и сестры, образовалась церковь. Послушайте. Сто лет. Не утратили наследие, не утратили той формы служения, которую мы сегодня имеем. Там нету ничего современного, новшеств каких-то, которые нам режут слух и которые мы сегодня видим и нас удивляют. Разве это служение Богу? Не потерялись, не размылись, не разбежались, не перестали любить друг друга. Дети, подростки, молодежь, служение ведется с радостью, и я отметил, в глубоком благоговении. Сохраняют здравое учение, служат со страхом и радуются с трепетом. Это наше наследие, которое мы должны сохранить. Мы видим другие нехорошие примеры. Некоторые церкви и двадцати лет, и тридцати не прожили, и их уже следа нету. Потому что побежали за этим миром, захотели подражать этому миру и с помощью этого что-то сделать. Нету их сегодня. Правильно говорит Писание. Недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Самое главное наследие, еще раз хочу сказать, молодежи, послушайте, самое главное наследие, которое мы привезли из гонений, из тех наших стран, из которых мы приехали, которое мы сегодня держим и которое мы хотим сохранить и передать другим поколениям, это глубокое, искренное, настоящее благоговение пред Богом. Сегодня многое направлено на то, чтобы лишить церкви этого благоговения, забрать это благоговение. И как только это происходит, церковь не может больше устоять. Братья и сестры, пусть этот призыв, это только начало, пусть будет шестьдесят, пусть будет сто. И это плод, и это то, что мы можем это сделать. Будем за это молиться тоже. Будем сами в этом твердо стоять, передавать нашим детям это благоговение пред Господом. И последнее. Это удивительное число милости от Бога. Помни весь путь, которым вел тебя Господь. В эти годы, конечно, входило и число 30. Да, Господь вел нас. Мы уже слышали, это камень помощи. До сего места помог нам Господь. Я думаю, что каждый из нас сейчас может вспомнить, сколько милости мы имели в собраниях. Как эти собрания, церковь, слово, участие укрепляло нашу душу, помогало нам в трудные времена, поддерживало нас, соединяло нас в эту одну семью. Это невозможно забыть и нельзя забывать. Мы хотим это тоже передать нашим детям. Дорогие дети, цените всей своей душой это наследие, которое передают вам отцы, бабушки и дедушки. Сохраните это единство в Духа в Союзе Мира. Сохраните эту большую благодарность Богу и страх в ваших сердцах. И я призываю нас всех помолиться. Искренне. Пусть это будут краткие молитвы. Давайте дадим возможность большему числу людей просто от всего сердца прославить Бога за все пройденные дни. Будем молиться, чтобы мир Божий сегодня, которым мы нуждаемся, был в наших сердцах, чтобы мы его не потеряли. Мы попросим мира на Украину, на Россию, на многие страны и многие сердца, которых сегодня страдание идет людей. Мы далеки от политики, но мы жалеем, любим и будем молиться за наших братьев и сестер. Мы будем сейчас это делать. Склонимся в молитве. Прославим нашего Господа. Помолимся Ему. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok